Фотоэкспозиция Крамля и Крепости атмосферно открылась мини-концертом и при полной зале. Международный выставочный проект российского фото моста Костаса Асимиса за три года из Новани побывал в 17 городах и в Першиню Заветау Беларусь. Тут представлены амальшатыры десятки объектов дойлитства и национального гонору российских городов Новгорода, Пскова, Ростова, Казани и инших. У Бершиню Дагетых фото долучилась и наша папуля Діна на проекте «Беларуськая славутость». Аутор выставы специально ездил в Брестскую крепость. Каждый фотограф, который попадает на какой-то объект, он старается как можно больше снять. Почему? Потому что неизвестно, попадет он еще раз сюда, не попадет, подойдет погода или не подойдет. Он выложился, у меня более тысячи фотографий там. Ценность выставки, что одновременно можно посетить несколько объектов, увидеть, рассмотреть их более детально. И также хочу сказать, что она оснабжена аудиогидом. И можно не только прочитать и рассмотреть, но также послушать рассказ о тех прекрасных достопримечательностях, которые представлены на работе. Захованные крепости Крамл и монастыри выставляют собой героичные сторонки истории, державы, великую працу народа и его эстетичное уявление. Минайте тому, они притягивают сегодня до себя особливую увагу не только историков. И такую спадшину треба заховывать и популяризовать. Выстава Кремля и крепости – это не только промоции пригожой с городов России. Идея экспозиции над так глубей у приватности притягнуть увагу молоде до учения истории и ее цикавность до музеев. Про звизуал и про сучасные мультимедийные сродки взаимодействия. Серед присутствующих на открытии выставы розноузростовые аудиторы и шмат зацикавленной молоде. Особо мне понравилась сама концепция выставки, поскольку я сама занимаюсь изучением изотчества Беларуси, в принципе, всей архитектуры, поэтому для меня лично самой имеет особое значение. Хочу заметить, что я ознакомлена с монументальным изотчеством в Беларуси и было бы очень интересно посмотреть, как обстоят у нашего братского народа. Это меня очень сильно впечатлило и понравилось. Мне понравилось, во-первых, здание, где проводится данная выставка, так как она выглядит крайне эстетично и хорошо дополняет атмосферу самих картин. Многие здания из картин запали в душу, соответственно, хотелось бы посетить их в реальной жизни, увидеть все своими глазами и ощутить их атмосферу непосредственно на себе. Побачить на своего же историчную фотоэкспозицию можно у Могилевским областным Мастацким музеем Павла Масленникова до 15-го Снежня. Алена Мельшанкова, Юра Уласов, Новинрегиона.